В прошлом году к нам на экспертизу поступило свыше 700 автомобилей, в этом году эта цифра уже приближается к полу тысячи, в 10% нами устанавливается изменение маркировки и дальше результаты экспертизы направляются инициатором для проведения дальнейших следственных действий. У конца минулого года такие факты выявлялись и по некольки разу на тыдень, теперь их колька изначно скоротилась, однако арсенал экспертов без справа не ляжет. В своей работе мы используем увеличительные приборы, это переносная лупа, как видите, 4,5 крата увеличения, криминалистическая, обычная. Ей мы осматриваем сами знаки, таким образом мы устанавливаем, каким способом изготовлены возможные штрихи, которые не характерны для нанесения данных знаков. Кроме этого есть такое вот зеркальце телескопическое, с помощью него мы можем осматривать полости с тыльных сторон в номерных площадках, в скрытых полостях, где можем обнаружить возможные признаки перезакрепления панелей или номерных площадок. В перспективе у нас есть приобретение толщиномера, по которому уже как бы заказан в этом году должны получить, по которому мы, не поднимая лакторажного покрытия, будем устанавливать толщину самого металла. Головный объект доследования – ВИН-код. Это уникальный идентификационный номер с информацией правотворцу характеристики и год выпуску транспорта. Как продать украденную машину, злочинцы знищают оригинальный ВИН-код, а замест его наносят фальшивые. У некоторых выпадках нечистые на руку продавцы имкнутся схавать узрост машины, для того, как скинуть с некольких годов и ответственно накинуть цену. На угол способов махлярства множество, в той час, как метод, по сбегче обману, усягу один. Данный вид исследований необходим людям для того, чтобы люди могли удостовериться при производстве регистрационных действий автомобиля, что именно этот идентификационный номер соответствует номеру в технических документах, при перепродаже, чтобы удостовериться, что он не подвергся видоизменению, коррозию, чтобы не было каких-то ситуаций непонятных при пересечении погранпереходов, а также прохождение технического осмотра автомобиля. Руслан Прилязковский, Сергей Нігеревич, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».